Приветствую всех на Wall Street Online. Сегодня 15, вернее 14 июля и очередной выпуск Wall Street Online. Подъем итоги недели. Рассмотрим, какие ждут нас экономические события, какие были отчеты, какие ждут отчеты крупных компаний и, в общем-то, рассмотрим основные рынки по российскому фондовому и фьючерсному рынку и зарубежные фьючерсные контракты, в том числе валюты и индексы. Лето в полном разгаре, но рынки, как говорится, не дремлют. Итак, по экономическим событиям у нас ожидается на следующей неделе крайне важный момент ВВП по Китаю и объем промышленного производства. Причем, второго квартала ожидают аналитики, что будет чуть ниже на одну десятую, а вот объем промышленного производства остался на том же уровне. Планируют. Посмотрим, как и читаются. На этой же неделе из таких необычных отчетов были, ну, само выступление Елен два раза, причем за неделю очень удивительно, и число открытых вакансий на рынке труда, который был во вторник, 11 июля, крайне отклонен отчет по ожиданиям. Очень сильное отклонение и, собственно, изменение числа заявок по безработице тоже был достаточно интересный отчет относительно ожидаемых результатов. Это по решению процентной ставки Канада оставила на, вернее, даже не оставила, подняла на 25 сотых процентов, соответственно, вслед за США. И на следующей неделе нас ждут такие новости экономические. Значит, по штатам будет более-менее спокойная неделя, но взамен, как бы, ну, как бы, в компенсацию будет достаточно много отчетов крупных компаний. Начался отчетный период, и на этой неделе уже были отчеты. Отчеты, сейчас скажу вам, отчитались достаточно интересно несколько уже, ребят. City Group отчитался. Значит, относительно предыдущих отчетов лучше, чем прогноз. 17.90. Ожидались 17.37. Надо еще детально просмотреть, насколько был текущий отчет относительно прошлого показателя. Потом чуть выше ожидаемого JP Morgan. PNC Financial тоже лучше ожидания. Wells Fargo немножко, совсем немножко, я бы даже сказал, так прям аккуратненько отчитался ниже ожидаемой прибыли. Уралкарий и Акрон еще отчитывался на этой неделе. Ну, в общем, вот эти все крупные финансовые компании, они же банки, отчитывались сегодня. На следующей неделе, да-да, помню, помню. Это уже становится стабильной, ваши прогнозы по процентным ставкам. Откуда такая информация, интересно? Или это размышления личные? Так, пока пишет Михаил, откуда у него, ну, тезка мой, откуда у него информация по процентным ставкам столь точная и стабильная. Я примерно вот по рыночной компетентации пройдусь по компаниям, которые будут отчитываться на следующей неделе. Итак, начнем с понедельника. Ну, большинство компаний будет по Штатам. Я рад за вас, это правильно. Так, понедельник, 17 июля. BlackRock отчитывается. Вторник отчитывается Bank of America до открытия, потом IBM. После закрытия рынка Goldman Sachs до открытия. Это вот те, которые во вторник, 18 июля. Обязательно Bank of America, Goldman Sachs, IBM и United Health тоже необходимо мониторить. Буквально IBM отчитывается после закрытия. Остальные все вторник будут до открытия отчеты. Среда, 19 июля. US Bank Corp, USB. Ну, капитализация несравнима, конечно, с Банков Америка и Goldman Sachs, но весомая фигура Morgan Stanley. Значит, Morgan Stanley пока по данным неизвестно, когда будет отчет до открытия либо после. Также считывается American Express, Qualcomm и Nozen Trust. Вот такие вот капитализации в районе 70 до 88 у USB. Значит, это 19 июля. В четверг, 20 июля, отчитывается Severstall. Потом Microsoft. После закрытия будет отчет. Следующая у нас идет BK, банк в Нью-Йорк. Ну, капитализация последующей компании уже не столь весомая. Так, из популярных KCorp и E-Trade. Вот. SunTrust Bank в пятницу и Citizen Financial Group. Интересный такой конгломерат. В общем, самый такой весомый день будет как раз на Банков Америка, там Goldman Sachs, IBM и United Health. У них достаточно высокая капитализация и в четверг Microsoft будет как бы изюминкой. Вишенкой на торт. Вот так скажем. Значит, пятницу сегодня считались достаточно неплохо банки с натяжкой, но нужно еще проанализировать их отчеты более детально относительно прошлых периодов, потому что ожидания и относительно ожидания их результаты немножко не то, что нужно. Итак, по остальным странам на следующей неделе ВВП по второму кварталу Китай ожидает, что снизится на одну десятую вторник индекс потребительских цен Британии и экономических настроений Германии. Это будет в 11.30 и 12.00, соответственно. Потом запасы сырой нефти в среду в 17.30 и 15.30 число выданных разрешений на строительство. Значит, ну, оба ключевые, но это будут, наверное, самые важные новости по штатам, кроме отчета банков, крупных компаний. Значит, четверг у нас Япония считается по денежно-кредитной политике, также будет пресс-конференция Банка Японии и идут ставки по депозитным средствам еврозоны вместе с решением по процентной ставке в 14.45. Поставьте себе в смартфон напоминание обязательно. В 14.45 будет решение о процентной ставке евро-сектор. Ой, сектор, еврозона. Так, на данный момент ноль процентная ставка и у нас три пресс-конференция Евроцентробанка. Собственно, четверг ключевое событие. Итак, комбинируем вместе с отчетами компаний крупных. Вторник и четверг у нас по отчетам крупных компаний отличились. Соответственно, в четверг добавляем еще процентную ставку по евро-зоне и в понедельник ВВП по Китаю. Кто торгует восток? Хочу напомнить, что у нас есть фит с восточной биржи. Там немного индексов, но самые ликвидные мы отобрали и их можно мониторить. Очень рекомендую тем, кто готовится к торговой сессии, ориентируйтесь также, как себя ведет восточный рынок, пока еще наши не открылись. Есть интересные моменты закономерности взаимосвязь. Так, это был у нас экономический календарь и собственно отчеты. Так, продолжаем. Значит, 24 июля, через неделю будет мастер-класс, причем будет несколько занятий, одно абсолютно свободное посещение и два уже будут закрытых. 24 июля стартуют, могут посетить всем, то есть всех приглашаются скальпинг на базе платформы в офис. То есть все инструменты, все возможные настройки, которые позволяют круто скальпировать и видеть невидимое, скажем так. Так, ну в общем-то по экономическому календарю вопрос закрыт. Продолжаем. Сейчас я... Ссылку на этот мастер-класс вы получите вместе с доступом в скайп-чат в рассылке с записью Wall Street Online. Вот, то есть, поэтому проверьте почту в субботу. Обязательно, я думаю, что уже сегодня будет сделана рассылка, ну максимум завтра. Будет запись Wall Street Online и там будет также описание мастер-классов и ссылки на полное описание и доступ к скайп-чату, где будут вести обсуждения, вопрос-ответы и инструкции по тому, как настроить платформу и так далее. Начнем. Итак, у нас первый РТС. Так, нам нужен дневный. Потом мы рассмотрим биткоины. Даже один тикер я просмотрел доступные биткоины, которые у нас есть. Из всех, ну вот, те биржи, которые у нас есть, это биткоин и тикеры, которые транслируются. Там есть достаточно неплохой ликвидности инструменты. Есть слабенькие. В общем, из 16 инструментов, вот они у нас, биткоинов. Я вот обрал такие более-менее ликвидные и мы сможем рассмотреть их активность. Посмотрите, как там идет и работа, и торговля, и, собственно, какие там дисбалансы. В общем, немножко покажу вам. Те, кто интересуется этой темой, сможете посмотреть и использовать объемы дисбалансов. Массивы объемные, достаточно крупное размещение есть. Причем там рынок еще не освоенный и он так более себя, как ребенок ведет. То есть, такие жесткие модели, более-таки неплавные. Ну, если смотреть по динамике этой котировки. Итак, РТС. Дневка. Смотрим сейчас с прошлого контракта. Небольшие как бы подведем итоги, что у нас на данный момент есть. Собственно, месяц торгуется уже сентябрьский контракт. И посмотрим, что у нас в общем тренде относительно прошлого контракта и основных уровней. Итак, подгрузился индекс РТС. И вот у нас идет автоматическое, подчеркивается, где начинается новый контракт, где заканчивается старый. Соответственно, смотрим и... Сейчас я отключу здесь... Open Close. Итак, вот у нас закончился индекский контракт и мы потихонечку восстанавливаемся. Собственно, вот этот гэп, который произошел с 102-й до 98-й, закрыли и даже вернулись на 103-ю, 104-ю. Причем, пока идет рост относительно этого массива и сопротивления, но пока удается расширить. То есть, пока еще нельзя сказать, что защита со стороны селлеров на данном массиве каннула с огромным поражением. То есть, они на уровне данного массива, с которого, собственно, гэп произошел, но пока еще не пробили. Причем, обратите внимание, немножко объем подуть их. И вполне будет правильно рассуждать, что не только мы с вами анализируем, когда какие новости будут выходить, как они будут влиять, как они, возможно, повлияют на тот или иной рынок, фьючерсный контракт, любой индекс. Финансисты также всего мира мониторят предстоящие новости и вполне резонно будут дождаться процентной ставки евро Центробанка и отчет крупных банков и компаний по штатам. Соответственно, и на индексе РТС тоже могут немножко пока притикнуть и в ожидании каких-то подтверждающих триггеров. Отметим вот такую ликвидность, как 101.050 по 101.650. Потенциально это может быть неплохим уровнем поддержки, пока с него котировка достаточно дисбалансирует на рост. Значит, крайний блокпост, вот расширение этого массива уже будет 104.700. То есть, уже будут звоночки на то, что массив все-таки расширен. Дальше у нас идет плита фактически основы прошлого контракта, начиная с 107.050 и заканчивая в такая массивная очень... где тут у нас 259... вот 108.800. Вот этот коридор формировался по несколько недель, фактически суммарно почти месяц. И вторая плита там и максимум прошлого контракта ядро. 110.700. Мы берем самую такую изящную часть. 226... так... 236... вот... 112.150, край. Значит, мы сейчас это все отметим. Вот такой вот... Просто много времени будет занимать коридоры, выстраивать, поэтому я быстренько по старинке отмечу их вот таким вот палочкой. То есть, это означает коридор. Значит, у нас есть, что атаковать. И, собственно, пробитие 104-й даст фактически зеленый свет на атаку 108-й. Естественно, это сразу не произойдет. Будет коррекционный момент в любом случае. Вполне возможно, что на 103-104... Может неделю, может даже две, может произойти такая балансировка. То есть, будет рынок формировать площадку для дальнейшего прыжка. Вот, по сути, как было здесь на 97.599. То есть, разворот не происходит в два дня, либо в один день. То есть, площадка все-таки формировалась, и мы ее видим. Вот, собственно, давайте я выделю. Это уже такая существенная... Здесь у нас объемная, скажем, голова и плечи. Это двухблочная модель на покупку. С нее и стали. То есть, и вот это уже завершающая площадка. Вот один из вариантов формирования реверсивной модели на таком масштабе. Потом, давайте посмотрим, что у нас по активности, по открытому интересу. В общем-то, последние три дня, 12-е... 13-е и 14-е немножко принимали участие, открывали позиции. Не ажиотажно, скажем. Но с 521 по 33 все-таки значения выросли. Было и побольше. Здесь порядком 586 тонн. Сейчас пока 533. То есть, есть какая-то неуверенность. И активность сезонно нужно учитывать. Так как это лето, период отпусков на финансовом рынке идентично все, как и в обычной жизни. То есть, тоже начальники каких-то финансовых отделов идут немножко отдохнуть. И более-таки контрольное, либо тактически важное инвестирование ставится на паузу. Соответственно, активность немножко ниже, чем весной и осенью. Осень и весна, зима – это такие более активные периоды. Так, значит, мы отметим 95, 95, 850. Площадка из четырех сессий. Здесь по 100, по 90 тонн по каждой цене прошли обороты. И особенно важно здесь то, что тут действительно принимали участие, открывали позиции. И с 538 по 86 вырос открытый интерес. По дисбалансу давайте посмотрим. Обратите внимание, как… Четыре дня, да. Четыре дня подряд. Причем с хорошей дисбалансировкой. Такая была у нас 10-го, 26 тонн, 27 тонн и старт был 32 тонны. Здесь у нас идет 12-го, 37 тонны и сегодня тоже 30 на 1000 контрактов дельта на стороне Bayer. Процентное соотношение такой дельты порядком 4,7% относительно объема и 64. Это для дневной сессии, для, ну, день и… Дневная сессия и вечерняя – это достаточно неплохой показатель. Допустим, вот здесь у нас шорты пошли. Почти 5% дисбаланс был, видите, вот на коррекционной точке. 5,6 развернули. Ну да, это фактически вот уже идет повышенная активность, дисбалансировка. Итак, основные коридоры мы утвердили. В первую очередь смотрим на 101.050, 101.650. С этим диапазоном рекомендую очень деликатно работать. В принципе, если его будут жестко защищать Bayer и не пускать ниже данного диапазона, это будет подчеркивать очень уверенное отношение к появившемуся тренду. Давайте его немножко так очертим. У нас меня вот инженер-проектировщик. Вернее, даже по чертежам у меня не очень, поэтому так может грубовато. Ну, в общем… Но коррекционный момент до этого уровня – вполне ожидаемая активность. Давайте немножко просмотрим статистику текущего контракта. Тоже дневная сессия, но чисто вот текущий контракт. Итак, по ликвидности у нас идут все ниже и ниже обороты. Соответственно, это вызвано в первую очередь тем, что летний сезон плюс накануне важная неделя. То есть, следующая неделя она очень весома по процентной ставке Евроцентробанка и плюс еще ряд крупных компаний отчитывается. Если при покупке экономической ситуации упасть… Вы знаете, раньше, допустим, где-то в 2007-2008 год, волатильность появлялась такая. То есть, очень внимательно следили за такими отчетами, как количество заявок по безработице, payroll. Jobless claims – это были самые такие… Мы их всегда отслеживали и старались не лезть перед такой новостью и во время новости в позиции. Очень, как бы, боялись именно неадекватной волатильности, потому что ажиотаж высокий. И это подчеркивало, что крайне, ну, серьезно относится к этим показателям. Ну, по сути, это фундаментальные данные, причем очень-очень важные. Сейчас может абсолютно рынок спокойно торговаться, выйдет отчетность даже по тем меркам крайне такая опасная. Но рынок абсолютно не обратит внимание, потому что пока печатанный станок работает. Ну, Wall Street просто ждет, когда уже конкретно его начнут либо перепрограммировать, либо перезагружать, как бы, другую печать ставить. Но с 2008 года, собственно, так с трех шестерок индекс S&P идет по сей день, то есть без остановки. Буквально коррекции происходят и то манипулятивные. Отчеты, ну, в Штатах там, на самом деле, ситуация не особо, то есть, если брать по данным и показателям, и, в принципе, по мнению даже по знакомым, которые находятся в Штатах, ну, не очень хорошие. Объясню, почему вот данные по безработице утеряли свою фундаментально важную ценность как экономический показатель. Сейчас эра технологий, да, интернет-технологий, потом робототехники, и с каждым годом появляется все больше роботов, которые заменяют людей на том или ином производстве. Начиная от производства хлеба и заканчивая какими-то очень точными, там, хирургическими операциями на сердце, к примеру. То есть, и это будет только усиливаться ситуация, то есть, роботы будут заменять людей, а людей меньше не становится, соответственно, будет очень много постоянно безработных. Куда их девать, как предоставлять рабочие места этим людям, которые остались без рабочих мест из-за конвейера роботов, то есть, поэтому вот уже так косвенно смотрят. Когда вот я вижу отчеты, что там 150, ну, даже 20 тысяч рабочих мест предоставили новых, это что нужно такое открыть, либо там, ну, если по всей стране, то, в принципе, не сложно. Но что это такое, что это за рабочие места, интересно. То же самое в строительстве, допустим, в Америке, ну, это не только в Америке, там фермерство, просто диву-дивуешься. Один трактор по GPS, как робот ездит, даже учитывает там расход топлива. Шаг лево, шаг право, учитывается все, то есть, ну, на ферме там не так много людей, как раньше было. Раньше при, ну, в советские времена целые деревни, они все были заняты, ну, там, на этих фермах. То есть, у каждого была какая-то работа, все были заняты, все были довольны и счастливы. Сейчас один трактор ездит, все заменяет автоматически в кормушке и так далее. То есть, один просто оператор ходит и все. Это фермерство, ну, и промышленность тем более. В общем-то, ладно, я отвлекся, как-то продолжим. Значит, единственное, что очень смущает в этом росте, это снижение ликвидности. И не такая активность по открытому интересу, как хотелось бы. Но остается только дельта. Вот дисбаланс непосредственно покупок. Мы сейчас на 15 минут на таймфрейме рассмотрим эту неделю более детально. Ядро этого контракта отдельно. То есть, эти были уровни вместе с прошлым контрактом, важные уровни. Сейчас мы непосредственно контрольные массивы и уровни отметим только по этому новому сентябрьскому контракту. Так, это ядро. Тут, безусловно, и бесспорно. 97, 950, 99, 200. Поддержка. 96, 900. Я ее отмечу таким темным цветом. По 97, 500. Тут, бесспорно, ликвидность в этой сессии в 4 дня удерживала контроль полный. Потом ликвидность в этой сессии вместе с последующими 4 сессии протестировали. Поэтому тут вполне хороший проверенный уровень. И, обратите внимание, ликвидность трех дней подряд, какие дни бы не были, такие, такие. По модельности они размещались конкретно там, где разместился первый объем со старта в новом контракте. То есть, один коридор непосредственно проторговали. И это округлим немножко. 95, 96. Но, если убрать точно, то это 95, 900 по 95. Этот коридор контрольный в этом контракте. И, в первую очередь, вот эти три сессии ключевые. Так как тут действительно была сбалансировка на покупку. И посмотрим по открытому интересу. Они как раз вот эти реверсивные, разворотные были на поддержку. Видите, какой прирост по позициям. Поэтому на этот массив он номер один. То есть, если контракт уйдет ниже данного уровня, Ценарии на покупку отменяются до лучших времен. Ну, в принципе, пробитие ядра контракта уже не особо хорошее явление. Еще один уровень 101.100 по 101.600. В качестве потенциально интересной поддержки. Так как здесь открывали позиции. Немножко, но есть. Ну, и дельта соответствующая. Вот. Так, сейчас, одну секундочку. Я хочу проверить кое-что. Так. Ага. Вот тут. Да, кстати. Кто еще не освоил, рекомендую воспользоваться. На каждый лимит можно выставить время его существования. Это очень помогает в торговых инструментах, в которых есть там длинная связь, вечерняя, азиатская, европейская. То же самое с алертом. То есть, настройки все более гибкие и нужно немножко вникнуть, настроить один раз и дальше будет намного легче работать. То есть, у вас будут уведомления на приложение приходить. Они уже приходят. Итак, неделя закрывается на максимуме. Это тоже хорошо. И давайте посмотрим на 15 минутном таймфрейме, собственно, что там произошло на неделе. Включить дисбаланс и размещение ликвидности. И потом у нас Сбербанк Газпром по-быстрому. Печатный станок выключился, я считаю, тогда, когда всех перевели на пластиковые карточки. Уже печатать просто деньги даже не нужно. Они просто единичка и нолики появляются в терминалах и на счетах. То есть, в Америке, в Европе с наличкой, ну, уже давно, ну, как давно. Уже все привыкли с картами ходить, все рассчитываются картами. То есть, по сути, деньги даже печатать не нужно. Так, у нас два крупных массива. Значит, ядро недели мы берем 98500. Сейчас еще раз проверю. 590. Это у нас ядро будет. Основной массив. С него, собственно, и пошла динамика. Тут опорная точка была. Вот у нас идут, особенно во вторник. Обратите внимание, какой пакетный агрессор на покупку. Прям весь коридор усеял дисбалансом. Мы это отметим по 570. То есть, неплохая поддержка. На всякий случай возьмите на контроль. Я отмечу это как дисбаланс. Вернее, как коридор. Итак, началось, конечно, все с массива понедельника. Чуть-чуть корректирую. Вот. 460,570,98 отметка. Поддержка была. Динамика котировки шла на дисбалансе на покупку. Соответственно, все в рамках приличия. Все как и должно быть. Максимальный объем 18,843 тысячи контрактов по 99,100. Еще рядом у нас 15,000 по 98,900. И это топовые цены. Потом у нас идет хороший выброс по дельте. 10,000 контрактов. Самые ликвидные участки. Обратите внимание. Вот. 12 числа. Самый активный, ну, ликвидный период за всю неделю. В принципе, если присмотреться, то более ликвидная и стабильная, такая продолжительная стабильная ликвидность идет в основном вечером. Вот. Тут буквально утром 45 минут. И потом уже идет более такой затяжной период по активности уже в вечернюю сессию. То есть, еще ориентируются на западные рынки, как откроются биржи. Поэтому вы тоже, собственно, в своей торговле подстраивайтесь под периоды ликвидности. Вот этот уровень поддержки я бы отметил и мониторил на предмет повторной защиты. Вот видите, как у нас расширяют коридор. Прямо усеивают всю шкалу. И второй массив образовался, соответственно, за часть 12 числа и 13, собственно, пятница. И ушла с этого массива на рост. Поэтому коррекционный момент до этого диапазона вполне нормальная, ожидаемая активность. А вот устоит ли этот уровень, уже нужно будет мониторить непосредственно онлайн в тот день, когда они вернутся на эту цену. В случае, если даже такого момента не будет, то есть, понедельник открывается и идет дальше рост на хорошем объеме, на хорошем открытом интересе и дельте, это говорит о очень уверенном байере. На прошлом обзоре мы смотрели с вами Сбербанк и активность, какая была на неделе по Сбербанку. Вы помните, собственно, посмотрим, как это все распределили. И VWP у нас на отметке фактически 100, 500. Ну, чуть-чуть погрешность, то 600. Итак, по объему посмотрели. Самое, давайте, day, come, delta. Вот три сессии, даже, можно сказать, три с половиной сессии, вот с одиннадцатого числа, с вот этой отметки, даже с вот этой, вот здесь, началась активность байеров. Каждый день за ними победа, закрывают день на потолке фактически, ну, ближе к максимуму, ну, и закрытие недели на максимуме недели, это очень о многом говорит. Поэтому коррекционный момент, понедельник-вторник к этому диапазону просмотрим здесь на предмет поддержки. И тут вот свыше десятки проторговали очень такой концентрированный коридор 101.400, 101.620. Я бы отметил его отдельным уровнем, крайне внимательно присмотритесь, что там произошло. И немножко дам такой ярлычок, особенно на тиковом графике, посмотрите, что там произошло. Так, в пятнице, как видите, у верхнего, у верхней границы отклонение относительно WP, поэтому, ну, коррекционный момент просто напрашивается. В случае, если он не произойдет, то есть, стартует опять на покупку три дня подряд и с понедельника дальше роста, это очень неплохие показатели активности байеров. Ну, в общем-то, это РТС. Так, теперь берем, сейчас я запишу. Так, теперь Газпром. Вернее, Сбербанк. Итак, посмотрим с марта. Собственно, тоже такой квартал захватим. Чтобы, ну, я, извините, Михаил, не успеваю все читать. Стараюсь не отвлекаться, потому что я начну другую тему рассказывать, и мы обзор на два часа сможем затянуть. По поводу, вот, печатного станка, тут все под грифом секретности. Ну, если, допустим, долг Америки взять, ну, и по истории обычно как они его сбрасывают. То есть, ну, обычно у них либо война какая-нибудь, либо еще что-нибудь там с этим валютным рынком происходит. На это все списываются. Я думаю, что Биткоин не просто так появился на рынке. Это не необходимая финансовая вещь, да. То есть, тут посложнее есть проблемы на планете, чем защита данных каких-то, еще чего-нибудь там, еще и с этого делать финансовый инструмент. Но его крайне как-то усиленно пропагандируют. А это не очень хорошо. Обычно то, что сильно пропагандируют... Так, Сбербанк. Итак, вот у нас продолжение тех событий. Сейчас я поставлю грид неделя. Вот у нас. Был 5-дневный неплохой по дельте активный байер. И отличилось особенно 7 число. И на этой неделе продолжение даже с небольшим таким рывком. Нулевая дельта 13-го числа. И немножко сбросили 11-го. Это вполне... В порядке вещей периодически сбрасывают. То есть, любой рост будет периодически... Какая-то сессия на сброс позиций. Через 3-4-5 дней. Соответственно, здесь это нормальное явление. И пугаться не стоит. Тут даже нулевая дельта. Рано или поздно Сбербанк должен был встретить какой-нибудь уровень. Который будет уже тяжело расширять. И собственно мы... Так. 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 Да-да-да-да. Вот эта платформа. Сейчас я немножко шкалу поплотнее поставлю, неудобно может убежать Да, у нас тут значимый уровень Вот, 161,5, 161, да-да-да, вот По 2 миллиона здесь платформа фактически за этот квартал была 165,5, это вот коридор тактически важный Площадка, которую сформировали на Сбериев отчетливо просматривается Тут бесспорно, я бы даже плотнее взял коридор Это вот 2,6, 146, 144, 145, 3 цены взяли, вот так разворачивается акция А по ликвидности самый-самый вкусный вход был у кого-то по 137 Кто зашел 15.06 по 37-38 Ликвидность 18 миллионов Только по цене 137,5 миллиона объем Давайте заглянем в Бедаск, вам интересно, сколько было распределения То ли на группы Итак, 2 топовые цены Почти 900 тысяч И тут 945, 600, 400 тонн, 320 Ну тут несколько миллионов точно Просто вот плотно в котировочке стоит Так что 18 миллионов Теперь будете знать, сколько Это очень много Дельта всего 515 тысяч Здесь 240 Вот самые контрольные такие Ну эти уровни будут еще долго значимыми Тот, кто там нажал на необходимый рычаг Я думаю, повторно там повторит Итак, 6,7 миллионов по ликвидности у нас Сопоставимое Ну если не учитывать 18 миллионов По рейтингу Вот 7,9 была сессия И 30,06 6,7 Две сессии на этой неделе прошли по 7 миллионов оборотов Обратите внимание, как тут на акции идет Ой, сори, сори Я уже вроде как занятия провожу Рост идет при притоком ликвидности Это нормально Это так и должен идти рост На всякий случай просто Нам нужно уровни отметить А я тут растягиваю Это поддержка 152, 153 Коридор дисбаланс Потом обязательно возьмите себе на сетку уровней 147,5 и 148,2 Здесь как раз стартует у нас 30,06 И понедельник 6,3 7,12 и 7,13 числа 4,3 уже идет сегодня То есть Две сессии Теперь смотрим по дельте 12 числа Миллион триста пятьдесят пять Тон В процентном соотношении Здесь 19,2% То есть Все внимание Вот на этот коридорчик Возьмем Его и выделим Фактически Если на Сбербанке Будет происходить Какое-то чудо Которое Не Пускает котировку Ниже данного коридора Вы уже знаете Что с этим Делать То есть Потенциально Очень ликвидная И очень весомая Дезбалансировка прошла То есть Хорошенько так прошлись По Сбербанку Видите Две недели Неплохо Площадка сформировалась И у нас остается Как раз Вот этот диапазон 161 163 164 Сейчас его Вот такие уровни По Сберу Газпром Так 47 Минута Газпром Когда идет Тренд Допустим На фьючерском рынке Снижение Либо рост И если этот тренд Действительно Поддерживается Крупный Крупным игроком А не Общим давлением Всех участников Есть такие тренды Которые Вот Допустим Там процентная ставка Следующее объявление Елен Процентная ставка Допустим 10% Как у нас было Недавно Там 9% Естественно Все резко Начнут сбрасывать Фондовый рынок Ну Фиксировать По акциям Прибыли В любом случае Там начнутся И облигации И так далее Это Откорректируют В связи С тем Что массово Все Сделали Фикс Это будет Активность Ну Ликвидность На продаже По большей степени Это Создает Сильное давление И Этот тренд Обоснованно Движется Благодаря Общему Усилию Если Точечно Какие-то Банки Создают Тенденцию Искусственная Тенденция Допустим Как на СНП С 2008 Года Идет То Каждое Последующее Пробитие Нового Максимума Оно Идет С Притоком Объема То есть Когда идет Тренд И вы не Видите Притока Ликвидности Соответственно Это связано С тем Что чем Ниже Тем сложнее Селлер Контролировать Цену Все больше Байеров Появляется На Все ниже Ниже Уровнях Поэтому Там больше Ликвидности Нужно На То чтобы Сохранять Контроль Цены То есть Ну Тенденцию Есть Разные Тренды И Формирование Этих Трендов Итак Газпром Здесь В этот же день 12 миллионов Прошло По Газпрому Мы с вами Это Зафиксировали И мы С вами На это Очень Обратили Внимание Я думаю Что Многие Из вас Этой информацией Даже Воспользовались В Благих Алчных Целях Заработать Собственно На Финансовом Рынке Итак Ликвидность Сейчас Идет Ровная Относительно Прошлой Недели Чуть Чуть Ну В среднем Соотношении Чуть Чуть Ниже Но Ровненько Это Хорошо Следующее У нас По Дельте Тоже 13 числа Видите 363 1000 Дельта По Массивам Мы Сейчас Зафиксируем Такие Более Активные Участки Это Здесь Массив Был Со стороны Байеров Сейчас Мы По Скелл Сетап Поменяем И Я Проверю Лимиты Правильно Листоят Так 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 здесь все так и осталось хорошо так вот плотненько поработали тут и дельта суммарно неплохая это 119.4 119.8 берите обязательно хороший дизабаланс потом у нас 123 отличилась давайте возьмем конкретно с июня ну начала фьючерсных контрактов на акции это никак не касается но как такой отчетный период мы сравниваем значит почти 718 122 и у нас точечная такая дисбалансировка почти 500 123 1 это уровень мы посветили сделаем это непосредственно коридоры либо массивы в хороших хороших дисбалансов 108 118 тоже неплохо поддержали это поярче у меня привычка я темные уровни те которые вторичные от второго класса более яркие это те которые на передовой то есть они более приоритетами ну я думаю вы уже заметили так вот структура недели по сути двигается каждый день но дни одинаковые тут даже смотреть нет смысла одинаковая волатильность одинаковая ликвидность разница только в дельте давайте посмотрим объем ровненько 2 и 7 2 2 2 и 9 2 средний оборот 2 миллиона и ну вот так вот разнообразие участников рынка пять дней подряд не двигает котировка одинаковая волатильность одинаковая структура и распределение дней то есть ну чуть-чуть чуть-чуть совсем там отличаются но это уже при скрупулезном таком подходе то есть идет расширение непосредственно системная да вот это системное расширение то есть так соответственно самый такой опасный момент это 124 и 3 если понедельник уходит резко под этот уровень это может быть звоночком что все-таки уже сбрасывают этот рост частично и по дельте у нас три дня в неделе 64 тонны то есть 9 и 156 сегодня то есть может быть ниже 124 движения самое главное чтоб 122 остановил этот коррекционный момент то есть три-четыре недели роста многие захотят зафиксировать поэтому тут нужно учитывать еще человеческий фактор вот такая у нас газпромиус активность рубль 54 минута приходится писать тайм-код так как на просьбу те кто просматривает записи просто ставить время в комментариях с какой минуты начинается струной инструмент пару ребят откликнулись и потом это все утихло так но подгрузилась данные грузились фишинс контракт на пару доллар рубль тоже весь и ликвидность немножко подутихла четверть пятницу в отличие от фондового рынка и площадка которая с фактически 60 уровня по 60 280 так и остается пока нетронутой но после четырех дней снижение отметка висит на 59970 к концу недели потенциально как адекватный сценарий коррекционный момент после такого четырехдневного движения и самое главное чтобы вот у нас есть массивчик активности сайлеров 60 820 60 920 если уже начнут защищать на 60 500 принципе это неплохо то есть коррекционный момент до этого уровня сопротивления последующая атака на 59 500 тут у у нас июньские еще уровни поддержки значит одна только сессия чего стоило все 9100 59 260 причем если вы торгуете валютные фьючерсы вам обязательно нужно освоить платформе lovex систему алертов вы должны не пропускать такие сверх ликвидные выбросы даже если вы не смотрите мониторах допустим заняты своим бизнесом либо делами уведомление на телефон придет о том что вот алерт который вы хотели он произошел то есть на объем обязательно алерты выставить по валютным фьючерсам допустим по акциям даже если они будут раз в месяц появляются это хороший звоночек и достаточно ценная информация самые такие ударные точки входа происходят именно в те моменты когда мы особо не ждем этого итак ядро контракта пока формируется возле 60 800 ну в общем здесь уже брать 60 500 можно спокойно по 61 040 вот собственно ядро вы расширили пока ниже его ушли но вот этот массив плита из целой недели и потом последующего движения пока еще не пробили последующая сессия вот здесь были сильные дисбалансы давайте посмотрим что у нас по дельте 195 тонн 124 это топовая дельта на этом контракте по ликвидности мы с вами посмотрели открытый интерес 3 сессии открывали позиции с 3 миллионов выросли до 3 350 ключевые сессии которые были ключевые непосредственно подтверждают активность на открытии позиции пятницу чуть-чуть зафиксировали это нормально вернее можно назвать там простительно на всякий случай люди перед выходными фиксируют позиции возможно они тоже смотрят волосит онлайн и прислушиваются к некоторым советам так массивности которые были у нас 7 10 числа вот агрессоры были и вот у нас массивчик мы его объединяем с 7 числом вот этим уровнем 41 440 возьмите себе 520 то есть на всякий случай если будет все-таки возврат выше 61 так объем немножко снизился вот это вот самые не не хорошее но ключевые сессии вот они 12 и 13 ну фактически одиннадцатый тоже ну это понятно на максимуме контракта но такие ударные вот они и есть уровни этих сессии обязательно берите на вооружение и с ними работать им впереди 59 по 59 500 ну и еще не прошли за 60 то есть пока пришли мы в эту точку но я думаю что так просто то есть ну еще пять сессий на снижение вряд ли будет то есть коррекционный момент там вторник понедельник вполне ожидаемая активность давайте посмотрим сейчас быстренько спот вот если там тоже есть агрессоры на продажу то у нас да вот видите 12 число 82 тысячи были агрессоры на стране селлера ликвидность 38 не самая мощная то есть тут не ажиотажное давление идет но есть активность далее процентом соотношения у нас 2 и 1 но в принципе относительно ликвидности тут дисбаланс все таки был и теперь у нас уровень это 50 нет 60 ровненько 60 к сожалению я шкалу 005 поставил поэтому тут плюс минус возле 60 я думаю будет как раз для спота здесь подходящая контрольная точка 58 и 9 это там где нужно поставить непосредственно alert как только пробивает 58 85 даже можно 58 80 на телефон приходит уведомление что эта цена была на рынке соответственно вы вспоминаете либо смотрите на платформе я думаю вы такие уровни запомните надолго не забудете точно соответственно у нас пробили плиту и alert на 59 90 подход к сильному выбросу по дельте также хочу выделить уровень вам это будет полезно 60 с половиной по 60 и 7 тут несколько дней подряд вот появлялись признаки селеров предвестники точно так же как здесь это очень важно если мне удастся пробить 58 80 то последующее снижение будет уже нести такой под вопросом характер рисковый значит осторожнее объемы объем этих сделок у нас да видите немножко скудненькие пошли сессии особенно последние две но в целом объем сейчас мы объем где у нас там спот да вот у нас объем идет 3.8 бывало и побольше по 6 миллионов еще больше было но стабильно 4 сессии так точно вот здесь неплохая стабильность системная евро тоже ровная ликвидность пятница слабенькая и у нас четко вы выстраивается плита по массиву ядро контракта 1425 1460 тут две сессии потом здесь две сессии стояли тут стоят тут тут вот у них цель 144 видимо им нравится эта цифра либо 146 145 вот и открытый интерес вот две сессии были на открытие позиции потом последующая ну здесь ничего не происходит на самом деле просто небольшие фиксации небольшие все открытие пришлось вот здесь три сессии этот коридор пока удержали значит 14.05 так и остается пока за уровнем потенциального важного уровня поддержки так то здесь у нас фиксация была просто поли сняли вот этот уровень так и остается ну вместе с ядром то есть тут открывали три дня позиции учитывается в качестве этот массив и этот но диапазон я выделил именно этот так как уже у нас выделен уровень ядра сейчас 15.055 и мы пытаемся идти к максимуму недели по дельте продолжают хеджить позиции видите у нас идет шарты в основном по огрессору дисбаланс со стороны серверов и вот 14 числа у нас минус 859 то есть уже чуть чуть вышли скорее всего из этих позиции да и по открытому интересу здесь также идет небольшой фикс тоже ставите алерты ну желательно чтобы 14.05.142 удержали соответственно будет расширение на рост при резкой атаке скорее всего это будет как раз под процентную ставку евро центробанка четверг если не ошибаюсь вот под четверг под волатильность могут все таки расширить коридор а индекс доллара давайте попросил миша итак отметки алертов у нас достигнуты мы сейчас их уберем пробили 95 вернее 95 25 мы ставили 45 еще да 45 вот и открытый интерес у нас даже немножко усилился 147 вернее 47 было и сейчас 51 0.39 так давайте посмотрим по ликвидности что у нас происходит ровная системная ликвидность это непосредственно работает финансовая машина что вот видите колебания ликвидности это похоже на человеческие движения это прям так даже так шорты были 11 и 14 давайте посмотрим бедаск из баланса раз два три четыре пять шесть семь восемь 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 сессий существенно ни разу еще не пытались толкнуть цену выше максимума то есть тут на уровне тут ниже 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 восемь дней байер просто даже не палец о палец не ударил ну соответственно и мы это возьмем на заметку 95 90 95.45 берите как ядро текущего контракта возьмем с мая вернее марта сравним по марш контракту еще это вот ну к слову по опционам кому интересно модуль опционы так и кому интересно bitcoin вот тестируем сейчас LTC CNI ОК биржи пока вот в окне ордеров смотрим как он динамику волатильность в принципе вообще стакан я сейчас смотрю изучаю ну это все изучать и торговать не понимая что такое bitcoin ну не продуктивно в общем то есть технически со стороны там инженерии рынков то есть вроде все тип-топ но вот саму природу этого инструмента пока я еще не не выделил время для того чтобы освоить то есть пока просто нет свободного времени итак опшендеск вы увидели вы увидели биткоин и по индексу доллара тоже более-менее мы уяснили так шестьдесят восьмая минута у нас нефть золото и смп ну пока пока да я думаю что придет время всему свое время на самом деле пока еще не так много желающих ну чтобы прям все усилия бросить на опционную разработку и так там можно еще кое-что сделать очень адаптивную юзабильную систему для настройки и вариации опционной стратегии чтобы визуально это было видно как на ладошке тогда это будет более продуктивно и расстояние до прибыли будет очень быстро сокращаться без визуального отображения стратегии в общем там так смотрим ликвидность это у нас марта склейка контрактов и рост идет видите падает оборотик кому-то не нравится данный данная тенденция очень понравилась тенденция на снижение если тут прям по 800 тонн оборот торговых сессий был вот еще видите что я имею в виду под системная машинная торговля то есть вот это вот системная работа рынка видите мы точно такую же структуру видели с вами на газпроме так три дня одинаковая ликвидность там плюс-минус 656 656 652 оборот 650 ровно там плюс-минус несколько тысяч это нереально да так теперь у нас идет без топов можно и хеджировать на фьючерсах не обязательно опционами это перекрывать все уже и так рост был соответственно все было как надо 31 тысячи контрактов пока неделя торгуется выше этого коридора и это очень хорошо то есть для возможности увидеть продолжение динамики по сельке на север это вполне неплохие данные так где там у нас сель вот помогали вот формировать рост еще вот эти массивы 44 10 по 44 35 коридорчик пока уцелел и массивность вот по боковой гистограмме 42 75 43 50 ну если брать самую мощную часть это 43 15 42 85 самая мощная часть это непосредственно сам массив ну то что там формировали старт тут и так видно по результатам и плотная активность вот она то есть пока цена выше данного коридора есть шансы что тот кто сформировал этот скачок он еще интересуется стоимостью баррель нефти так и эта неделя у нас была фактически кроме вторника вся за победой байеров а вот открытый интерес тут был не очень скорее всего идем на новый контракт и там будет более ясно картина так да сентябрьский уже активничает 90 119 а дельта у нас тоже неплохая скажу вам осталось преодолеть вот этот дисбаланс 46 85 и ждем до 47 35 это вот если пройдут в принципе есть шансы выше 48 уйти 5 и 3 тонны у нас идет 45 1 45 75 это сентябрьский контракт нефтяночка и 11 число отличилось и даже сегодня пятница немножко постаралась по ликвидности это хорошо так ну соответственно если 46 85 47 35 будет как-то трудно пробить нефтяным байером соответственно все сценарии на покупку без убыток либо отменяете так и золото рыжие золото драгоценный металл так тоже видите обороты идут очень так плотненько каждый день это не просто не просто так кто-то системно работает сейчас на этой неделе по многим инструментам если вы заметили именно на этой неделе возможно евро центробанк удивит процентной ставкой возможно банки Америки нас будут удивлять своими доходами за квартал но я думаю что тут виной именно процентная ставка крупных банков когда они все начинают их менять то это глобальное глобальное распределение фактически изменение геоэкономик макроэкономик эх так нам бы еще на wall street онлайн специалиста по макроэкономике было бы вообще просто незаменимая программа да я к сожалению не супер специалист по макроэкономическим наукам так у нас есть уровни по золоту и теперь смотрим ликвидность ровная причем очень это даже хорошо для тенденции по открытому интересу у нас ничего интересного тут фиксируют в основном может на октябрьском уже заходит но ради интереса на октябрь контракт с поставкой в октябре ну ну да получается с поставкой в октябре там разные компании производят бижутерию украшения украшения могут тариться конкретно украшения тенденцией на весы утрохе по волатильности ровно хотя неделя была снижена любая событиями экономическими, единственное, вот пятница отличилась, на всякий случай, если золото почему-то по необъяснимым причинам начнет возвращаться в понедельник очень быстро, ниже 12.19, ну, соответственно, тенденция может быть вот этого стартового роста под вопросом, и мы наблюдаем на самом деле снятие стопорей в пятницу. Вот к этому интересу тут у нас фиксы идут, да, то есть выходят, причем прилично так, с 80 тысяч на срок 6 спустились. Соответственно, дельта объяснима, почему на покупку фиксируют шорты, и надо еще чем-то фиксировать, естественно, покупками. Значит, плита, очень крутая плита, очень важная, 43,5-52, тут две недели, даже три недели жутко работали крупные участники. Топовая цена, 100 тысяч контрактов, 69 топовая. Здесь у нас 70 пока набрали, 79. А вот так вот. Так, и мне интересен дельта-процент. у нас клики контрактов. У нас клики контрактов. к любым сотрудничествам. Так, вот они по 19%, по 5 и 6,5. Да, видите, сильного дисбаланса на покупку тут нет, по большей степени похоже на фиксации шортов. И ликвидность тоже не усиленная, поэтому по золоту пока ставить ставки на то, что здесь стартует увесистый и надежный рост. Это очень такой шаткий уровень, то есть это не то, что нам нужно для того, чтобы здесь затариться надолго на покупку. 24,57 отметка по S&P. Так, это у нас склейка двух контрактов. Сейчас мы его чуть-чуть подредактируем. Плотнее сделаем график, чтобы было удобно смотреть. Так. разогласен печально. Ой, если ты был ВИК включить, сейчас. Так, 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 71 минута на золото и 81 минута SMP. Значит, пум-пум-пум-пум. Хочу напомнить, что если у вас есть интересный взгляд на рынок, либо что-то хотите обсудить непосредственно по тем инструментам, которые мы рассматриваем, вы можете размещать публикации в группах Wall Street Online, что на Google+, что на Facebook. То есть, если они действительно соответствуют тематике группы, они будут размещены и достаточно активных участников просто переводят в режим модераторов, и они могут уже без утверждения размещать свои обзоры и делиться мнением, либо же обсуждать какие-то интересные события. То есть, когда человек систематически, грубо говоря, на него можно положиться, он не начнет спамить какой-то продажи какой-то электронной техники, то есть тем самым… Так, 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 сейчас мы включим режим WIG и попробуем с 2008 года подгрузить SMP. и так далее… Так, так… и так далее… Так, сжатие оставил… Продолжаем. 5 лет но это не означает что дальше нет истории просто нужно еще один фактически с 2008 по ту точку который дает пять лет вот получается у нас 12 до 1017 по 12 год и с 12 по 2008 то есть два отрезка загрузить нужно либо месячный таймфрейм включить и так это с 1012 года котировка по 2017 стандарт импульс собственно ядро всего этого периода у нас 2115 по 2035 и обратить внимание как идет ниже ниже ликвидность чем выше тем тяжелее видимо толкать цену 2017 год на фоне 16 15 даже 14 выглядит куда скуднее волатильность соответственно снизилась чем ниже ликвидность тем ниже волатильность скачки происходят в основном такие неожиданные периоды то есть такие очень быстрые гэпы то есть одна две сессии аномальные какие то события новости и потом вот это мучительное мучительное просто уничтожить тут флэйтовые такие идут недели в таком если выбрать масштабность сейчас вспомню какой-то год был сейчас вспомню какой-то год был так 2016 2015 кажется появилась модель у них торговой сессии утром просто скачок и потом вот такая вещь до закрытия дня утром старт буквально там час-полтора и потом 70 процентов времени сессии просто стоит вот так вот боковик и закрывается сессия все достаточно легко здесь ошибиться допустить ошибку и накосячить на такой сессии у них по сути масштабность так и вы по большому на большом приду и периоде идентично идет так тогда топа нас 3116 и 303 4 145 топ все пока на местах и дисбаланс 2 процента 33 да все на месте вот такие агрессивные дисбалансы пока еще не появились самая агрессивная неделя 241 тонна и 107 вот недавно было поддержка у нас тут ну контрольная точка такая масштабно 20265 и массивность 2340 по 2380 мы фактически просто в невесомости находимся отталкиваться верхних уровней только на исторически большом периоде можно смотреть там какие-то технические уровни вот видите такие сбросы происходят периодически вот такого масштаба вот раз два то есть ну как на акциях отсечки точно так же и здесь массово сбрасывают позиционщиков по-настоящему скидывают ну в общем все видите тяжелее тяжелее и тяжелее найти на отметку 25 2 0 на сегодня все вам хороших выходных попутного тренда на следующей неделе биток да обещал биток тоже сори хорошо что напомнили так сейчас я подгружаю у меня где-то здесь список есть да вот я вам его продемонстрирую это я отобрал акции у которых хоть какой-нибудь объем есть то есть сейчас мы его добавим вот у нас колонка объема идет и самое топовое за сегодня ltc cn и ок бит биткоин процентность вот колонка изменения относительно открытия здесь относительно максимальный дельта относительно максимального объема то есть насколько насколько ушел ушла котировка относительно топовой цены с топовой ликвидностью вот но это общий объем за день значит всего тикеров 16 но не все из них супер ликвидные значит демонстрирую для тех кто кому интересно и он хочет ну анализируя объем здесь там открывать позицию даже какие-то других терминалах тут самое важное понимать противовес есть или же нет значит смотрите сейчас я включу отдельно график для него специально чтобы не портить лайаут самого волосит онлайн настройки так давайте знаете что сделаем сейчас я останусь